это первая встреча понятно что первая встреча никогда не бывает с полным залом психология это специализация где работает сарафанное радио если все будет хорошо следующую встречу если все будет хорошо будет полный зал я в этом уверена и так я вам представляю нашего гостя дмитрий титков дмитрий практикующий психолог ну как вы видите он не намного старше вас но уже человек практикующий уже имеющий свою клиентскую как это принято говорить базу тренер высшей школы психологического консультирования сергей владимирович петрушина соответственно у нас сегодня нет никакого доклада со стороны дмитрия у нас есть формат вопросов и ответов для затравки чтобы вам было легче вот войти в эту ситуацию я предлагаю что я возьму на себя некоторую роль и зачитаю дмитрий те вопросы которые вы отдавали мне в качестве записок и на которые просто мы не успели вот не успели все эти вопросы озвучить а потом втянитесь постепенно и начнете уже сами задавать если будет такая потребность дмитрий я от лица вот так вот опосредованно отливов студентов сейчас весна до у всех упадок сил у нас ситуация достаточно сложная как бороться с эмоциональным выгоранием как бороться с депрессивным состоянием когда ничего не хочется делать и полная апатия есть у вас какие-то рабочие методы избавления от прокрастинации депрессии в условиях отсутствия денег и целей вот пока так ну примерно вот об этом обо всем если вы наблюдаете у себя какое-то выгорание либо что-то еще либо какую-то апатию попробуйте отследить чем она связана когда началась вот та . которая скажем так немножко делает вас какими-то апатичными и у вас падает настроение нужно отследить этот момент перехода ну и плюс к этому это стандартная стандартная абсолютно вещи не зажимайтесь не зажимаете свои эмоции делайте что вам нравится попытайтесь как для себя выделить какие-то вещи которые вам нравятся и делать их это поднимает нам настроение это просто я не знаю заставляет организм вырабатывать определенные гормоны которые влияют на наше настроение понятно что рутина и там какая-то учебная рутина и иногда не хочется ходить на какие-то пары но обязательно нужно оставлять для себя место для самих себя делать то что нравится ну и все депрессивные апатичные состояния как правило связанные с подавленным эмоции с подавленными эмоциями что-то я в себе не позволяю как правило эта злость как правило это агрессия не не позволяю себе злиться и каких-то таких вещей то что вам причиняют удовольствие это может быть все что угодно от принятия ванны до там я не знаю самых самых разных вещей важно не оставаться если вы наблюдаете у себя какие-то симптомы которые похожи на депрессию пожалуйста обращайтесь за помощью не оставайтесь одни принимайте какую-то поддержку там обращайтесь за какой-то профессиональной помощью не вот этого вот есть еще такое клише да что там психологом идут психи и все еще есть не остается этот тренд не бойтесь обращаться за профессиональной какой-то помощью нет я бы сказал что сразу если есть такая потребность то есть если если есть какая-то потребность вот это вот мысль что надо бы мне нужна помощь надо бы походить психологу значит надо идти если такая мысль уже пришла дело в том что если у вас есть какое-то там такое стойкое расстройство или заболевание тогда нужно идти к психотерапевту вот другой момент что я часто и у меня есть клиенты я с ними работаю в рамках поддерживающей терапии в паре с психотерапевтом то есть когда ко мне приходят клиенты я наблюдаю у него какие-то какую-то такую симптоматику да я обычно его говорю куда ему идти даю номер телефона и он потом ко мне приходит и в рамках такой поддерживающий уже терапии психотерапевты и психиатры что они делают они делают очень важную вещь они назначают лекарства там я не знаю тот же там из самых простых типа там аторакс до условно говоря он нормализует он может нормализовать сон он как-то снижает тревогу и он дает силы то что называется справляться с этой жизнью и потом с помощью психолога вы как-то анализируйте этот опыт что вам нравится что мне нравится почему это произошло до из-за каких вещей что там с эмоциями и так далее вот он просто нормализует состояние он делает очень важную штуку потому что в противном случае да можно всю сессию потратить на вот обсуждение таких вещей да плохо что плохо все плохо сон плохого и аппетит плохой да когда есть прием каких-то фарм препаратах есть как будто силы жить так что я не могу просто ответить на этот вопрос точно куда идти говорить о своей жизни идти к психологу большинство психологов занимаются терапию нас просто в россии только психотерапевтами могут быть только люди с медицинском образовании во всем остальном мире это немножко по-другому все мужчины изменяют это не значит ведь что что ну парень не любит эту девушку это вообще нормально не все мужчины изменяют наверно придется опросить всех мужчин на свете и привести статистику такую что все мужчины изменяют или не изменяют я уверен в том что не все мужчины если рассматривать это вот к вопросу какой-либо полигамности полисексуальности вот что-то там еще все люди полигамны или серийно моногамны можете подставить что вам нравится выбирайте любое это то же самое что например там я не знаю там один брак и он был серийно моногамин они развелись это следующий брак и там он серийно моногамин или он последовательно полигамин и так все люди собственно говоря выбил выбирайте чего вам нравится любовь и измены они как-то связаны но и не связаны наверное в принципе не знаю как ответить на этот вопрос любовь и измены измены как правило случается когда теряется контакт между между в паре в паре нет вот этого безопасного открытого диалога когда есть какие-то подавленные чувства по отношению к другому партнеру как правило это злость либо это страх либо что-то еще поэтому нужно сливать что-то на стороне сливать какой-то кризис в отношениях да это нужен третий человек таким образом есть понятие там триангуляции да в треугольник таким образом треугольник стабилизирует пару потому что один член из этой пары он идет к другому там с ним скажем так делает то что он не может делать в паре и возвращается обратно дело в том что все пары очень разные то же время одинаковые в то же время разные такие же браки то есть и поэтому говорить что-то там вот давайте следовать трем правилам но я за открытую коммуникацию я за нее тоже однозначно за у вас как девушки с открытой коммуникации вы за это говорить говорить с партнером важно обо всем даже если страшно это к вопросу страха наверное боязнь показаться быть уязвимым в отношениях боязнь какой-то слабости там мужчин в том числе ну вот если какой-то гендерную штуку рассматривать там мужчины же не плачут это там женщины им говорили про это что мужчинам нельзя плакать микрофончик так вы сказали что нужно говорить ближе 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 страшно и считаешь себя уязвимым и вот как раз я хотела спросить как говорить о своих чувствах если когда-то говоришь они хоть как раз чувствуешь свою дленность перед другим человеком и не может исправить говорить мне очень страшно мне очень страшно и дальше продолжать не говорить ты пугаешь меня говорить мне очень страшно когда ты это делаешь мне очень страшно говорить тебе это не ответил на вопрос можно еще тогда ну то есть из-за того что другой человек заставляет какие-то эмоции испытывать тебе стыдно за себя что ты не скажем спокоен как скала а из-за того что ты эмоционируешь тебе стыдно за свои эмоции и ты не можешь они говорить потому что чувствуешь себя как раз таки уязвленным я пытаюсь въехать вопрос то есть говорить о своих эмоциях это значит быть уязвимым то есть нужно быть холодным и спокойным я бы начал вот с этого почему надо быть всегда холодным и спокойным почему нельзя нельзя проявлять эмоции эмоции проявлять можно просто есть эмоции как будто ты просто более слабый перед человеком потому что тебя многое задевает и поэтому тебе за них стыдно тогда здесь есть какая-то борьба за власть до показаться слабым в этих отношениях я должен быть как будто на равных или сильнее своего партнера поэтому я не буду ему говорить о чувствах потому что я стану ну в уязвимой позиции буду это значит что он будет сильнее меня мне почему-то нельзя этого делать это вот что-то вот с этим связано с этим справиться как с этим справиться говорить об этом думать почему я боюсь быть слабым этих отношениях что такого случится если мой партнер будет сильнее чем я мы сильнее понятно не физически да как-то вот именно вот в таком в рамках борьбы почему так случается что я могу потерять что я теряю тогда безопасность контакт что-то еще вот я бы думал вот в эту историю примерно ответил можно я это алверды свои добавлю чуть-чуть я говорю вот мы только что про открытость отношений говорили до открытость это же не только там с кем встречалась что смотрела чем занимались а это и про то что вот страшно говорить непривычно а ты все равно говоришь вот это же тоже про открытость непривычно коробит да ну как-то вот не стану да ну страшно говорить в чем ну да слабость почему вот дмитрий про почему почему мне это страшно я тоже могу это обсудить со своим близким человеком и и как правило насколько я вот помню такие отношения ну такой подход такое открытие ценится потому что это искренность это про близость да это про близость в отношениях отношения это риск я вот я за эту идею то есть никто никому ничего не может гарантировать на 100 процентов брак то тоже такие очень сомнительные гарантии никто не может ничего гарантировать тем более что там будет жить с одним человеком там я буду жить с одним человеком вечно я не могу этого гарантировать я просто мне там завтра упадет на меня кирпич поэтому отношение это риск и это вот и открываться да это риск но это про близость это возможность подойти друг другу ближе вопрос был у меня такой вопрос есть теория о том что мы влюбляемся в тех людей которые нас цепляют своими определенными качествами и многие считают психологи что эти качества есть и у нас самих только либо они еще не до конца выражены либо мы их еще не до конца развили некоторые считают что это то к чему мы должны стремиться и развивать данные качества какой стороне вы склоняетесь не а скорее 1 то есть эти качества есть у нас но только мы их еще либо не до конца выражаем либо сами это не смогли в нас есть нам нравится в других то что есть у нас ну это вот лично мое мнение я верю в это я вот слышала что как раз таки тоже то что люди влюбляются в тех которые похожи на нас но внешне но я ну как наблюдала в принципе это не всегда работает это правда нет не знаю я бы не сказал что все мои парнюши были похожи на меня а еще можно вопрос немного по другую тему но тоже связаны с отношениями а как формируются типы привязанности вот там вот тревожно избегающий вот это все но они в детстве я вот небольшой специалист честно по есть прекрасные книжки я могу порекомендовать вот на где это все описывается но вообще это формируется между матерью и ребенком естественно если между матерью и ребенком были вот такие вот такая вот безопасная связь они такая амбивалентная что там я сегодня его люблю а завтра я его не люблю там сегодня о какой у меня прекрасный малыш а завтра были нафига его родила да вот здесь формируется вот такой вот амбивалентный тип привязанности ну вообще базово между родителями и ребенком вот насколько в принципе ребенок смотря на родителей смотрят как они коммуницируют насколько они тоже могут в привязанности тогда и ребенок будет в привязанности по-другому но есть идея что типа тип привязанности не меняется но он может быть как-то вот осознан и так легче типа там не знаю там партнер не пишет уже целый день я в тревоге и я могу там себе сказать так 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 он меня не бросил он меня не бросил он может быть просто занят он работает я не буду каждые пять минут там ей писать что ты где ты может вы знаете как проработать избегающий тип привязанности а говорить об этом ну как говорить об этом это что-то про страх близости избегающий когда человек вообще возможно подойдет да опять же до какой степени это вот этот вопрос проработки я не измеряю это в количествах я не могу сказать об этом что вот он точно будет проработан да я думаю что нет в какой-то момент все равно будет страшно но этого страха просто будет меньше меньше страха вступать в отношения меньше страха возможность больше открываться больше открываться другому а не избегать вот этого что ко мне человек близко подошел да и я от него как-то отошел не 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 он что-то тут начинает обо мне заботиться мне сочувствовать мне вот этого не надо я пошел да он пошел что-то другое это про страх про страх близости что такое за об этом можно говорить это прям можно с этим работать в терапии хорошо успешно и все такое как до конца я не знаю терапия есть специальные приемы которые вот в этой безопасной среде вместе клиенты и психолог позволяет вот эти ситуации прорабатывать конкретно то есть пробовать ведь по большому счету вы говорите все о страхе кому нет коммуникации да и здесь вот как будто я слышу ну как бы но детская такая позиция но во взрослой жизни обойти все страхи и никогда туда не залезать но это невозможно это в принципе невозможно и к этому нужно тоже по-взрослому относиться когда ты идешь туда где тебе страшно в основном ты тем самым взрослеешь твоя внутренняя свобода увеличивается расширяется твои психические эмоциональные возможности и ты как бы вот расширяешься и делаешься взрослее а бесконечно прятаться в свой страх я не буду потому что мне страшно я туда не пойду потому что там может быть опасно но это вот позиция как это страусиная да но ведь если мы представим себе страуса который прячет голову в песок то что произойдет если он через какое-то время голову не вытащит из песка даже с метафорической точки зрения просто там вздохнется и когда мы ну позволяем нашим страхом вот овладевать собой не инициируемся не в растем не проходим вот этот катарсис в некотором смысле слова про прохождение страха мы не растем и соответственно мы немножечко понемножечку умираем ну и да в терапии у вас есть все шансы выстроить с терапевтом безопасную привязанность и потом вот эту модель отношений перенести на партнер все хорошо чем обуславливается сильное желание быть в отношениях с определенным человеком например когда смотрю на него там и так далее испытывая при этом негатив и иногда отвращение при малейшем контакте с ним надо вот здесь надо вот прям поинтересоваться что почему так и из-за чего это ну вот то что я читала в книге про вот этот вид привязанности как раз вот это есть что когда человек издалека он тебе нравится ты его как бы приманиваешься меже всякими женскими штучками как только он к тебе ответив на сигнал приближается кашнинининининининини пожалуйста отойдите от меня и человек в полной фрустрации о чем меня звали то да а проблем не у человека в том что ты вот так реагируешь и это как раз вот как раз к привязанности да это надо вот с этим работать но отвечают на это вопрос возможно ли сильная страсть в здоровых взрослых экологичных отношениях да интересно да что подвергается как бы вот раздвигается да тоже подвергается сомнению тут такой вопрос сейчас что для кого сильная страсть это тоже не знаю наверное я не вижу никаких причин для того чтобы ее не было вот хороший совершенно девчачий вопрос если смысл откладывать первый половой контакт с партнером для того чтобы точно понять что вас вместе держит не только половое влечение но интерес друг другу интерес к личности оттягивать насколько вот вот смотри человеку прямо это вот прям насущный такой вопрос не знаю если честно оттягивать насколько смысл вообще в почему надо что-то страшно опять про страх страшно страх какого-то вот такого полового контакта что-то про это знаю то есть получается что здесь вопрос про оттягивание это это вторичный как бы вопрос на первом плане там там что-то просто ну я попробую это вот гипотеза чистейшей воды как будто что после того вот как произойдет я не знаю там вы займетесь сексом как будто я партнеру стану неинтересен что-то такое как будто если у нас там произойдет половой контакт что-то такое произойдет что там я не знаю интерес потеряется как бы или что или это вопрос про какие-то ценности в отношениях что как будто здесь вот я прям слышу я не знаю со своим восприятием свои типа попользовался и все на этом он об этом идет может быть да что-то про такое про одиночество шароли хотя по поводу попользовался это тоже вопрос кто кем пользуется сейчас сексе давить сейчас как бы все совсем по-другому микрофончик только ну если вообще смысл в том чтобы так делать так как ну вот как отодвигать а вы как думаете ну я думаю смысла нет потому что какой ну как бы мне кажется что нет смысла дальнейших отношениях если интерес к человеку пропадает там после сексуальной близости ну это тогда вопрос про то что интересует человека если его интересует только секс то для этого есть всякие дейтинговые приложения типа там я не знаю типа пюра там вообще вот вопрос оттягивать вот мне мне очень самому интересно насколько на год ну наверное есть риск сейчас как-то потерять эти отношения в том числе из-за непонимания второго партнера например почему там что такого то вот история наверное что-то там до свадьбы ну про установки развозки какие-то такие до штуки сейчас мир намного более толерантнее конечно к этому если оттягивать на неделю ну в принципе да там можно оттянуть в принципе на месяц там не знаю я как-то попробую там на человека посмотреть если мне важен вот именно какой-то там сексуальный контакт да я придаю именно этому большое значение не там я не знаю две недели три недели человека там по узнавать мне кажется это нет место быть ну опять таки если речь уже в контакте в отношениях дошла до до сексуальных отношений да эта мысль появилась и она стопорится вот этим вот она дали оттягивать да то здесь как будто бы еще хочется поговорить про доверие себе насколько ты знаешь себя можешь себе доверять в своим чувствам кстати да да надо да я с тобой очень согласен в этом моменте про продумывая что может дальше случиться ну да вот будет будет у нас секс никто уверен ли я важны лет для меня какие там будут потом взаимоотношения вот это все про себя да как будто ну все равно как-то вот этот вот срок насколько оттягивать не интересно самому нет вопрос как вешать сколько вешать в граммах да они так мы пошли в волну и потом мы поехали к нему не знаю вот тогда наверное может быть и стоит оттягивать ну на год наверно нет как ваши как ваше мнение по поводу смешивания секса работа творчества ну то есть то что вот говорят же да секс на работе это как бы не комильфо пожалуйста не вот по поводу рабочих романов я лично это наблюдал будучи руководителем кадровых кадровых служб разных компаний это вот рабочие романы это есть они есть каждой организации вы рискуете и вы рискуете потерять работу в этом случае потому что там это есть разные ситуации когда один партнер уходит и я сижу такой думаю так как-то эта работа мне перестает быть интересной не все такое не знаю я не очень хорошо отношусь к рабочим романом вот в этом плане творчество не знаю круто если вы поете вместе микрофончик я тот я тоже я вот пытаюсь их как то так просто он имеет вообще смысл как он звучит как вы относитесь к смешению на рам секса работа и творчество ну то есть когда человек нет секса творчества по моему прекрасно смешиваются по моему это и есть творчество только на национально да тут имеется ввиду в этом сфере деятельности не такими творчество в целом как явление я понимаю что тема отношений с вашем возрасте вашей гендерной группе наташи твоем возрасте в моем тоже давайте еще поговорим про отношения к вот короче к рабочим романом ну вот я отношусь если честно не очень хорошо петь вместе если у вас есть какое-то совместное творчество очень круто вот все чё я хочу могу сказать хочу по этому поводу еще у нас был один гость воробьевский он психиатр и психотерапевт он говорит ко мне приходят люди которые устали от чего-то приходят чтобы полечиться когда как только они узнают что для того чтобы полечиться нужно приложить какие-то усилия они очень сильно удивляются и раздражаются и только малая часть из них набираются мужества и готовы приходить приходить дальше чтобы прикладывать усилия чтобы что-то изменить своей жизни остальные идут терпеть дальше когда уже совсем не припечет то есть здесь вот каждый человек сам определяет можно двигаться по жизни очень активно вот прям получая шишки набивая шишки стирая колени я не знаю там получая по мозгам но при этом чувство полноты жизни присутствует и опыт набирается только таким образом а можно оставаться в этой инфузории как говорится но так вот да ну в инфантильном таком состоянии и ничего не делать ну вот как я не знаю жёстко это я про это нет это не жестко мне кажется что ты говоришь прохождение стадии монады в том числе когда человек может набирать опыт будучи один они сразу выпрыгивая там я не знаю из семьи в новую семью до которую он начинают строить что такое монада пояснись трудно это просто сейчас я по-человечески скажу это просто такая штука это такой сравнительный новый опыт для современной россии в советский период времени семья фактически строилась ну как вот как бы 18 лет есть у тебя есть какой-то период времени там все все же строили коммунизм и так далее да и в принципе как бы нужно было вступать в брак потому что вообще там холостые платили налог как бы и так далее и сейчас в этом плане это удивительная штука когда я в том числе да можно получать вот этот опыт собственно говоря одному когда может быть несколько партнеров когда я могу еще выбирать с кем не хорошо с кем не комфортно не так что вот просто первый попавшийся там я не знаю привели и все и мы теперь семья вот этот вот некоторый опыт проживания собственно говоря в одиночку до вступления там непосредственно брак и вот эта вещь это опыт конечно для современной россии уникальный до этого такого не было не знаю своих родителей поспрашиваете там был ли у них выбор они скажут что ну нет скорее всего выбор у них был не очень большой а сейчас можно зайти в тиндер и по идее в принципе хоть каждый день выбирать большому счету и на свидание то можно ходить тоже фактически там каждый день там я не знаю меняя смотря с кем нравится с кем не нравится выбираю вот это вот мне нравится вот этот мне нравится это в плане скажем так современному опыт уникальный и он помогает нам ну собственно говоря понять что нравится и лучше познакомиться с собой перед тем как вступить брак и в принципе все дальше как бы по накатанной и где-то там к 30 чем-то там возможно очнуться и сказать что оказывается жизнь еще есть и я сейчас там могу начать строить карьеру и что-то еще вот какие-то такие штуки а может я наташ можно сушить а кто вот верит в концепцию классического брака ну такого классического классического там я не знаю там мужчина там зарабатывает женщина больше там то ладно да а кто-нибудь еще скажет нефть и просто интересно кто верит вот такую вот я не верю в брак вообще совсем а в какую-то другую вещь там не знаю в другое образование какое-то там там сейчас же всякие полиаморные браки вот эту вся штука и так далее просто в отношении без какого-то словесного обозначения брака не знаю без закса короче без вот этого штампа и без вот этих клише можно и без этого прекрасно жить а а можно тогда суперская можно тогда вопрос а дети что дети ну вот и когда там родится ребенок тогда чё делать то есть вместе жить но тоже какие-то там юридические да все зависит от того что родители детей в первую очередь будут подразумевать под своими семейными можно же быть семьей не вступив в брак каждый вкладывает слова я свое значение и вот все будет зависеть от того как они детям это объяснят преподнесут и потом у них сформируется свое мнение насчет непосредственно тоже брака и отношений то есть все же от родителей идет но условно говоря да поэтому как они решат нужным и как они считают нужным потом дальнейшем это преподнести детям не знаю мне кажется это не будет проблемой они могут согласиться могут не согласиться спасибо прикольно мне кажется это зависит от людей потому что кому-то комфортно вот как раз жить в браке в классическом и кто-то так живет всю жизнь и люди счастливы но кому-то это просто не подходит а вот не подходит а что-то другое это какое оно может быть ну могут быть либо там полигамные отношения если опять же обоим партнерам комфортно или просто отношения опять же не ну без загсов я понял спасибо скажет просто так скажите мне искренне интересно просто это в тему того что кризиса брака как такового институт брака в глубоком кризисе мне кажется что брак сейчас в основном имеет именно смысл только с юридической точки зрения в плане дележки имущества когда вы в долгосрочных отношениях и живете вместе то есть потом когда допустим вы разводитесь потому что гарантий никаких нет то вы делите там все напополам допустим совместно это подушка безопасности да уже скорее это не акт любви это акт заботы своей безопасности это сделка поэтому романтики в браке для меня сейчас тоже нет римские цивилисты бы с вами согласились да они рассматривали как брак это сделка и не больше в принципе то ничего но есть люди которым важно именно заключить брак ну то есть для них это имеет смысл как вот ну то есть как как какая-то цель в жизни да ну условно говоря да по-другому да как-то это все в сторону того что да действительно все там семейные психотерапевты говорят о том что современный брак находится в кризисе глубоком таком глубоком кризисе и нет еще пока общество не придумала новую какую-то форму для того чтобы ну как то каким то образом это это изменить с точки зрения там истории брак там это вообще очень разная штука и мы конечно в этом отношении только по моему 40 лет 40 лет всего в россии когда можно вообще заключать брак там грубо говоря пока у тебя паспорт короче не кончится это ты там меняешь паспорт и продолжаешь там бесконечное количество раз ими ну да 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 потому что как бы раньше это было очень трудно и развестись раньше там советское время было очень трудно роль женщины там было конечно в этом плане я бы сказал что наверное женщина в советский период времени была больше защищена в том числе от измен потому что там если муж изменял а изменять на чтобы вы понимали в советской семье это было этот это как советский человек он не изменник по-любому и там очень интересно женщина Она могла, ну там, да, жена могла пойти в комсомол и сказать мужу, что вот он изменяет. И тогда его вызывали в комсомол, давали ему и сказали, что так делать не надо. Вот, это такая очень интересная история. С личными границами история была хуже, чем сейчас там много. Про роль, изменяющаяся роль там женщины именно вот такого в контексте, в контексте истории брака и семьи как такового. Ну да, сейчас это правда, сейчас современный брак в глубоком кризисе. Естественно, государство как может его стимулирует, стимулирует каким образом ипотекой под низкий процент и такими вот это материнский капитал и так далее. Государство как может и стимулирует заключение брака, рост демографии, потому что чем больше людей, тем больше налогоплательщиков и вся вот эта вот такая штука. Я бы хотела еще про Монаду немножко добавить, чем она хороша. Ну понятно, да, что речь о Монаде, это вот только что говорили, это период, когда человек вышел из гнезда родителей, молодой человек, и живет самостоятельно, снимая квартиру, полученная в наследстве квартира, там с кем-то из друзей деля, но это в любом случае автономное проживание. Во-первых, он узнает себя. Вот кто-нибудь смотрел фильм «Сбежавшая невеста» Джулия Робертс? Нет? Ну он старый такой. Ну суть такова, что пока мы живем самостоятельно, у нас есть возможность разобраться с собой, узнать себя. И вот в этом фильме у героини Вереница женихов, с которыми она доходит до алтаря, но в последнюю минуту сбегает. Их там 5 или 6 человек. И вот журналист, который последним ее поймал, он говорит, ну как же ты не будешь бегать, если ты даже не понимаешь себя, ты даже не знаешь яйца в каком виде тебе нравятся, с одним женихом ты ела яйца в смятку, с другим в крутую, с третьим в пашот, с четвертым еще какие-то. А какие яйца нравятся тебе? Вот такая метафора, чтобы понять, насколько ты знаешь себя. Вот монада в этом плане – идеальное просто время. И в принципе это познание всю жизнь. Получить опыт отношений. И когда мы сталкиваемся с разными людьми, мы тем самым об них получаем ощущение себя. Понравился человек? Ага. Чем он мне понравился? Видимо, мне это подходит. Не понравился? А что мне не понравилось? Видимо, мне дальше от таких людей надо держаться дальше. И вот постепенно вот этот пазл, который из родительской семьи выходит практически пустым, незаполненным, у всех по-разному, точно уж незаполненным, он постепенно вот такими наполняется, структурируется. И какому-то возрасту, к концу монады, например, человек уже более-менее представляет, что ему подходит, что ему не подходит, что ему нравится, что ему не нравится. И может, самое главное, об этом открыто заявлять. Это вот очень важный момент, когда мы живем в стране, в которой никаких границ чаще всего не соблюдает никто. Вот это вот умение отставить себя и таким образом уважать чужие границы очень важно. И понадобится еще тем хороша, что, допустим, вы прожили в Манаде, допустим, вы потом ушли в отношения с мужчиной. И из-за того, что есть опыт проживания самостоятельного, вам не страшно уходить из гнетущих или, как принято сейчас говорить, токсичных отношений. Есть куда вернуться, есть опыт, есть наработанный опыт жизненный. То есть уже там не страшно. Я это прожила, я знаю, как себя поведу дальше. И это не будет заставлять меня оставаться в отношениях, в которых мне вообще уже никак. Не бояться кризиса отношений. Да. Человек, когда ты очень долго о нем думаешь, уже неприятно становится о нем думать, но не можешь перестать. А что у вас с этим человеком? Ничего. Ну, то есть это были какие-то отношения, они завершены? Ну, нет, допустим, у меня бывает такое, что если мне человек нравится, допустим, я влюблена в человека, то это какие-то сильные чувства. То есть вот со временем я начинаю очень много об этом человеке думать и могу иногда переключиться на что-то другое. Я понял, а почему бы не сказать ему об этом? Зачем? Ну как? А он что говорит? Ну, если ты не тот человек, с которым хотелось бы отношений, или вообще не хотелось бы ему говорить о том, что я о тебе постоянно думаю. Тогда, ну вот, вы зачем-то о нем думаете? Зачем? Что вам дает образ этого человека? Ну, просто первое время это приятно, потому что, ну, как бы, влюбленность и приятные ощущения, там, гормоны, а потом просто не можешь избавиться именно от мыслей. Как будто ты привыкла уже думать об этом, привязалась к этому, это он крутится все время. Ну, это какое-то, я не знаю, мне тут, это какое-то такое горе, если честно. Это такое горе по тем отношениям, которые, это такая символическая потеря. Это как будто горе по отношениям, которых у меня не было. Они бы могли быть, но их не было. Я вот это вот так вот услышал. Это такая процедура горевания, как будто надо поплакать, что ли, что, блин, там, он такой красивый, а я вообще, ну, лучше бы он рот не открывал, конечно. Вот, мне кажется, это вот такое горе по вот этому образу немножко. Как-то там, что-то там с чувствами есть. Какие-то там еще чувства. Не завершенность какая-то. Помимо, помимо, да-да-да, но я вот про это. А какая-то, что-то там еще есть. Помимо вот этого чувства радости и эйфории, там что-то еще есть. Там какая-то грусть, печаль, злость. Что-то там про это. Можно про это подумать. Какие чувства у меня там еще есть. Я бы про это подумал. Спасибо. От чего может появиться дереализация, если она затяжная? Что появится? Дереализация и деперсонализация также. Ага. Вот. Если она, допустим, длится несколько лет, и ты не отследил момент, когда она появилась, и сейчас уже не помнишь, когда ты видел мир ярко, проживал какие-то яркие эмоции, и в принципе не ощущаешь себя живым человеком. А сейчас что есть? Сейчас есть какая идентичность? Сейчас с чем можно ассоциироваться? В плане… Ну вот вы говорите про деперсонализацию, да? А вот прямо сейчас с чем вот ассоциации есть? Нет, просто ассоциаций нет никаких. Ты не осознаешь себя человеком, не осознаешь других людей тоже, в принципе не осознаешь. Ну не понимаешь, где ты находишься, не понимаешь, кто ты и кто другие. Просто нет осознания. Вы про свой личный опыт? Не обязательно. Не обязательно. Ну там человеку нужна помощь, человеку нужно идти и с этим разбираться. Вопрос, если ничего вот этой вот серой жизни нет, что есть? Это про какое-то очень там тут пограничное, что-то очень пограничное. Если прям… А глубокая деперсонализация или нет? Да. Да? Глубокая? Глубокая, как понять глубокая? Какие есть разделения, ограничения там? Глубокая или нет? Очень. Ну вот вы сразу ответили, да? Как бы глубокая. Ну то есть есть ощущение там, что я живу, я жив? Нет? Жизнь как сериал? Кино, которое? Даже не как кино, просто непонятно, что это. Это к психотерапевту. Как минимум. К психиатру. Лучше сразу к психиатру. Там что-то, там короче нужна помощь. Там нужна помощь. Можно, реконструкция работает. Типа реконструкция работает. Можно, там, через идентичность построить заново, как бы, свою собственную идентичность, осознать себя человеком и, как бы, все нормально начать жить этой жизнью. Как бы есть, нужна помощь. Вот так вот сказать, почему, скорее всего, вследствие какого-то травмирующего события или травмирующего детства. Появилась вот эта вот деперсонализация, отделение каких-то частей, да, от себя, как будто одна часть там, а другая часть там. И какая-то часть продолжает еще жить. Продолжает выполнять какие-то обязанности, ну, такие бытовые, я имею в виду, как бы, ну, жить, по крайней мере, механически. А, например, а другая нет. Там, да, там нужна помощь. Вот так трудно очень сказать, что там. Скорее всего, это какая-то травма, скорее всего, возможно, там это какое-то насилие. Нет? И не травма? Ну, что-то вот в эту сторону. Как-то этот. По крайней мере, начать, не знаю, попробовать начинать хотя бы с телесных практик каких-то там, не знаю, в рамках того, что, по крайней мере, тело свое почувствовать. Я хотя бы там есть, я вот теплый. Я живу там самостоятельно, но самостоятельно, естественно, лучше мне тут лучше обратиться за помощью. Вот, это не депрессия, а апатия, это прям, там могут быть нарушения психического уровня. Вот. Задам вопрос, дай списка. Ничего? Давай. А стоит ли искать в себе психологические травмы? Ведь чем больше люди занимаются их поиском, тем больше находят их, сомневаются в себе. О, прикольно. Не знаю. Не чешется, не чеши, я за это. Конечно, с травмами, сейчас с травмами можно разбираться много, потом ты, как этот, приходят клиенты и говорят, о, я пришел вам с этим, а теперь у меня вот это. И мне вас с этим придется разбираться. А пришел-то я вот с этим. Ну, я вот честно, я за вот этот вопрос, типа, не чешется, не чеши, но я могу сказать, это мой собственный опыт прохождения терапии, жизнь меняется. Жизнь меняется, я не знаю, в лучшую сторону или нет, но я вот честно могу сказать, что я глубже живу, что ли, эту жизнь. Вот поэтому психотерапия в этом плане помогает, даже если вы приносите маму в течение года, злитесь на нее, там, и все такое, говорите, там, какие родители плохие, вас недолюбили и все такое. Это помогает. Как бы в этом плане каких-то таких материальных вещей у меня как бы сильно не изменилось, но вот глубже стал проживать эту жизнь, я точно, и спектр чувств, которые вот прям могу ощущать, и как-то появилась, слушай, человечность больше, вот в этом плане. Как-то материальное стало менее важно, чем человеческое, а человеческое стало вдруг очень важным. Есть же люди, которые просто, ну, там, придумывают себе какие-то расстройства и, ну, романтизируют это в какой-то степени. У меня биполярка из этой серии. Да-да-да, из этой. Вот, и... Не так, не так, у меня биполярка. Ну, да-да-да. Вот, и... Не биполярка. Не, у меня биполярка. Да-да-да, либо так. А другие люди, у которых на самом деле, ну, склонность к расстройствам, или они просто очень невротичные, так сказать, они, наоборот, это не замечают и стараются игнорировать и подавлять в себе, вот, как это вообще работает и что лучше делать в таких случаях? В каких? Ну, допустим, человеку... У человека не вешает на себя диагнозы. Ну, допустим, ну, даже, допустим, с точки зрения человека, общающегося с такими людьми, как с ними взаимодействовать? То есть, если человек себе придумывает какую-то болезнь, ну, значит, у него есть проблема, но ты же не можешь ему сказать, ну, что это странно немного, что ты сам себе выдумал там... Да. Ты рыб. Слушайте, может, ему так легче. Сказать вообще, что у меня вот это, типа, я такой, это снижает тревогу. У меня нет проблем, у меня просто биполярка. Ну, вот, теперь живите с этим, люди. Типа, ну, у меня просто это легче, это снижает собственную тревогу, когда я знаю, что со мной происходит. Со мной происходит биполярка, все, я как бы себе это объясняю. Я в домике. Да, я в домике. У меня биполярка, что вы, я просто там, я не знаю, подставьте любое. Я там капризно-истеричная, я капризно-истеричный, переменчивый, сложный и так далее. Я просто себе так строю, собственно говоря, свою идентичность. Я такой. Я так узнаю себя через это. То, что у них биполярное расстройство, скорее всего, нет. А как еще понять человеку, если у него там, ну, просто такой темперамент, когда, ну, вот, где-то грань, чтобы он мог понять, когда ему стоит задумываться о каких-то там проблемах и идти к психотерапевту, а когда это норма? Терапия — это дело добровольное. Ну, то есть просто, когда появляется желание, сразу... Ну, если вы видите, что человеку плохо, предложите ему. Типа, может быть, тебе нужна помощь? Может быть, тебе как-то в этом помочь? Не надо вот это вот говорить, тебе нужно к психологу. У нас, ну, это такое, часто приходят семейные пары, которые говорят, у нас в семье нет проблем, просто моему мужу нужна индивидуальная психотерапия. Это достаточно частая штука, которую приносят, на самом деле. Все просто. Моему мужу... Я сейчас хожу к психологу, а мой муж не ходит, у нас в этом проблема. Вот это то же самое. То есть сам человек решает, на самом деле, ему нужна помощь, за исключением таких, ну, я считаю, суицидально-депрессивных случаев, прям какой-то глубокой диссоциации и вообще таких заболеваний, когда прям человеку нужно как-то помочь, по крайней мере, намекнуть о том, что, типа, не хочешь походить к психологу, может быть, тебя, типа, обратиться за помощью, что-нибудь такое, но не надо тыкать человека в больное. Скорее всего, вы просто вызовете агрессивную реакцию у себя. Вы будете говорить, что он нормален, а он нормален, у него просто биполярка. А мы вот заговорили про биполярное расстройство, и можно, может ли сам человек определить, что у него это расстройство? Или это сделает только врач? Ну, нет, он сам-то может определить вопрос, как бы того, что ему надо обратиться в этом случае за помощью. Человек может отслеживать в себе, вот что-то у меня там мания, а вот сейчас у меня депрессия. Вот сейчас у меня мания, а вот сейчас у меня депрессия. Вот эти фазы, смену вот этих фаз. Качели, что ли, высокие очень? Качели высокие? Да, 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 вот эти вот, где я просто, короче, неделю лежу, а неделю что-то я вот весь такой заряжен. Он может отслеживать, отследить у себя эти фазы, но вообще погуглить. Ну, что это, не знаю, гуглить у себя расстройство, не знаю, нормально. Там с ПРЛ, с пограничным разводством личности, там вообще проще. Там есть 9 пунктов, и, в принципе, если ты 5 из них выбиваешь или больше, ну, в общем, не менее 5, то у тебя пограничное расстройство личности. Но соло это делал, конечно, одному это делать не надо. Вот, если вы задумываетесь, что у вас как бы что-то, вдруг я там задумываюсь, что со мной что-то ненормальное, мне пора к психиатру, если честно, стоит сходить. Ну, и вообще есть такое выражение, человеку нужен человек. Вот, если нам плохо, надо искать, не оставаться одному. А Дмитрий, вот, кстати говоря, об этом говорил на интервью, да, ты же об этом говорил, что человеку в тяжелой ситуации нужен человек. Да, это вот про современные, про современные, скажем так, события, да, которые происходят. Это вот, тут поддержка просто нужна друг другу, как никогда, потому что высокий уровень тревоги, у людей просыпается гнев, людям сложно контролировать свои какие-то эмоции, да, и вот здесь очень важно, конечно, не оставаться одному даже, ну, тем более, если у вас какая-то апатия, депрессия как-то, человеческий контакт, он помогает, что ли, по крайней мере, поговорить об этом становится чуть лучше. Вот. А кто-нибудь еще спросите, пожалуйста. Кто-нибудь из тех, кто спрашивал. В общем, у нас в общежитии есть один мальчик, и за день до того, как его отправили в психушку, он порезал вены, он нам сказал, вы не боитесь, что я приду сюда с автоматом и расстреляю вас. Мы с соседкой боимся этого, и он вернулся позавчера. И нужно ли с этим нам что-то делать, потому что появляется большая тревога? Я могу сказать, что делать с собой. Большая, к сожалению, большая тревога за безопасность. Не знаю, как условия. Деревня универсиады? Ну, в принципе, там можно по большому счету не бояться. Ну, потому что очень из-за пропускного режима сложновато в ДУ прям. Так он же вернулся, он вернулся из больницы. А? Он вернулся из больницы, его вернули туда. Он же вернулся, ну, вернулся человек. Ну, а страх-то остался у девочек. Я понимаю. Вот, поэтому тут как бы вот именно с точки зрения вот как бы выстраивания своей большей безопасности достаточно сложно, если честно, что-то придумать. Это как мы там разбирались со специалистами, а если там давайте мы во все школы железные двери поставим. Железные двери, да, и там часть разделилась. Да, это по-любому поможет. Другая часть говорила, давайте школы не будем, да, вот в такие режимные объекты с очень где-то металлическими дверями. Да, 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 вот это вот. Вот, поэтому очень сложно. В этом случае вот этот страх безопасности, не знаю, попытаться переселиться на другой этаж. Я бы... Что-то такое, типа поменять вот там, я не знаю, в рамках вот именно там, не знаю, на другой этаж, на другой дом, если что-то вот такое. Попытаться, ну, если вот прям продвинутый путь, прям продвинутый, продвинутый. Это страх собственной смерти. С ним мы все в конечном итоге когда-нибудь умрем. А можно по это подумать, что такого пугающего в этом. Понятно, что, как бы понятно, да, жизнь конечна, но можно про это поговорить. Почему у меня вот такая вот очень сильная тревога, да, за мою безопасность, это вот мой страх смерти, что в нем, что я такого теряю. Возможно, как-то это станет легче. Я просто как-то отношусь к этому больше философски, что ли. Ну, там, мне больше страшно потерять, если честно, близких там каких-то, чем там меня завтра сапит машина. Спасибо. Можно еще вопрос? Как экологично выразить злость? Я злюсь. Просто говорить. Да, я злюсь. Я сейчас очень там рассерженно. Я в гневе. Да, вот таким образом. Если прямо уж, ну, что-то нет, ну, пойти что-нибудь разбить. Разбить, там, бить подушку. Это мы иногда рекомендуем парам. Ну, как, выяснять отношение там злости, да, аккуратно драться подушками. Ну, в принципе, если вы, как бы, этот, если вам только не убить, я сразу предупреждаю, типа, не убейте друг друга. Это не соревнование, это и не мама. Не надо забивать другого этой подушкой. Но, в принципе, если так драться подушками, то да. Вот, а так, конечно, говорить об этом. Говорить, я злюсь, там, и говорить, там, что-то еще. Обычно проходит. Есть еще трехчастное высказывание, которое в этой ситуации может помочь. Если злость возникла вследствие какой-то конкретной ситуации, то человеку, прям вот формируешь первая часть высказывания, я испытываю, ну, допустим, злость, да, в связи с тем, описывать события, что ты там что-то, то-то, то-то сделал, да, и так далее. Это вторая часть, третья часть. Для меня это означает, и говорить человеку, что это означает для вас. Ну, допустим, что ты меня не любишь, там, или что тебе там, ну, в общем, ваш вариант, да, подставляете. Это третий и четвертый, а я бы хотела, и говорите, что бы вы хотели. То есть вы спустили пар, вы сказали, о какой ситуации идет речь, вы сказали, как это относится к вам, что это для вас означает, а это тоже очень важно для нашего контактера, да, и что бы в идеале вы хотели. Четвертая часть не обязательно. Суперски. Этому нужно учиться, это сложно. Это сложно. Ну, по крайней мере, вот, типа того, что там, я злюсь, и там, я грущу, мне сейчас одиноко, вот, если с этого, это уже супер, это уже супер. Там, вот, важно, вот, в случае злости не пытаться вот этого избегать. Задавливать, скорее всего, это будет вести к депрессии, и не уходить. То есть вот это вот, я сейчас уйду, сам вот это вот, и вернусь нормальный. Лучше так не делать. Ну, наверное, Дима, можно немножко про задавленность эмоций сказать, да, что к чему это ведет, к чему это нельзя задавливать. Короче, ни к чему хорошему, если вот так, подавление всех эмоций не ведет ни к чему хорошему. Оно иногда ведет и к психосоматическим заболеваниям, это не шутка и не прикол. А прям вплоть до серьезных таких заболеваний. И вот это вот, я по крайней мере считаю, отпустите вот эту идею, что вы можете контролировать свои эмоции. Невозможно. Мы рабы своих собственных эмоций. Помните, что эмоция, вот такая сильная эмоция, не патологическая, она не длится больше 20 минут. Не больше. 20 минут вас отпустит. Даже если вы там злитесь, и вот эта вот ваша злость вас может отпустить пораньше. Это пройдет. Вот. Так в целом ничего хорошего, задавленность эмоций не дает. Чем больше эмоций вы из себя идентифицируете, то есть вы можете найти, что я там чувствую это, 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 тем будет глубже ваша жизнь. Там вы вот это, если вы начнете еще отделять, вот это вот там моя тревога, а вот это вот страх. Это вообще супер. Продвентуируем. Вам повышается адаптация к этой жизни. Во-вторых, вы, ну, по крайней мере, я чувствую глубже эту жизнь. Я понимаю какие-то вот ее оттенки, я могу разбираться. Я лучше знаком с собой в этом плане. Дополню, Дмитрий, мне так давно, кто-то рассказывал, не помню, из преподавателей, проводили исследование, и выяснилось, что есть такая таблица эмоций и чувства. И там что-то порядка в общей сложности, наверное, 60, да, на миновании примерно. Обычный среднестатистический человек может определить себе 5-6. Представляете, да? То есть мы живем в таком обществе, и вот из поколения в поколение, в котором не принято говорить о своих эмоциях, и тем более говорить об отрицательных эмоциях, да, как будто бы их нет. На самом деле испытывать отрицательные эмоции совершенно нормально. Не нормально их в себе подавлять. Да, есть экологичные способы, чтобы их прорабатывать. И если в вашем контакте, в вашем коммуникации это обусловлено, ну, то есть проговорено для двоих, вы оба можете, это вообще идеальный вариант. Но к этому нужно стремиться, не бояться и позволять себе выражать отрицательные эмоции. Это совершенно нормально. Ну да, и не путайте мысли и чувства. Я думаю, что злюсь, это я не злюсь. Это я думаю, что злюсь. Не путайте вот эти вещи, там мысли и эмоции как таковые. Ну вот, я думаю, что в этой ситуации я, ну, я думаю, мне одиноко. Вот это вот, да, это конструкция мысленная, а не про чувства. Кто еще не спрашивал? Спросите, пожалуйста. Как вы относитесь к фразе, что нужно выходить из своей зоны комфорта? Сначала нужно туда войти. Неожиданно, да? Супер, зачем вам из нее выходить? Чтобы получить развитие. Развитие, я вот скажу вот фактически. Развитие ребенка происходит из точки покоя. Глубокое развитие происходит из точки покоя. Потому что в этой точке покоя я чувствую себя в безопасности. Сейчас немножко от вашего, да, отошли. Вот, я чувствую себя в безопасности. Я могу спокойно, не тревожься, ставить план, как я буду развиваться, и я буду идти к этой цели. То есть не нужно выходить из зоны комфорта, чтобы развиваться и расти? Нет. Вообще нужно туда попасть. Если честно, чтобы развиваться, нужно туда попасть. А вот эта теория мысли о том, что... Вот ты находишься в одной зоне комфорта, освоился, и тебе нужно попасть в зону дискомфорта, чтобы она стала для тебя комфортной и так далее. Ну, зачем вы это делаете? Для расширения полей комфорта, можно так сказать. Слушайте, мне кажется, что вам просто страшно. Ну, так преодоление страха, выход из зоны комфорта. Ну, так это не выход из зоны комфорта, это преодоление какого-то страха. Потому что выход из зоны комфорта – это такая типа модная штука, нужно выйти из зоны комфорта. Как правило, выход из зоны комфорта подразумевает за собой свершение гор и путь на Эверест. Типа нужно выходить из зоны комфорта, нужно постоянно себе причинять какую-то боль, чувствовать некомфорт, и только в результате этого я буду развиваться. Слушайте, это мазохизм. Постоянно делать то, что мне не нравится, например. Не знаю. Другое дело относиться к этому как к исследованию и преодолению вот этого страха нового и страха неизвестности. Это да, я с этим согласен. Возможно, это будет расширение поля моего опыта, моего поля осознанности, вообще, может быть, какие-то новые навыки. Ну, во-первых, надо понять для чего, чтобы это было не просто так. Там, я не знаю, у меня должно быть, я хочу, грубо говоря, я хочу научиться петь. Зачем? Все мои друзья ходят на вокал. Или сейчас я пойду к психологу, потому что все мои друзья ходят к психологу, мне уже некомфортно из-за того, что я не хожу к психологу, а все мои друзья ходят к психологу. И вот про зону комфорта это точно так же. Надо выходить из зоны комфорта. Зачем? Что мешает там в зоне комфорта что-то исследовать новое? И потом находиться, и потом возвращаться в зону комфорта все равно, там я не знаю, а кто относится к дому как вот к комфортной среде, где вот хорошо, спокойно, вот я там тоже могу сказать. Да, тоже могу сказать. Вы, по идее, каждый день возвращаетесь вот в эту зону комфорта. Нам потому что нужна эта зона комфорта, потому что мы там чувствуем себя в безопасности. И эта безопасность дает нам ресурсы, дает нам, собственно говоря, все эти штуки, когда мы потом можем выходить в эту жизнь и что-то преодолевать. Это моя собственная как бы точка зрения. Я здесь не говорю, что она как бы истинна в последней инстанции и правильна. Ага. Могу ли я считать, что я окончательно отпустила жизнь? Она первого вопроса ответила. Смерть близкого человека, да. Да? Могу ли я считать, что я окончательно отпустила смерть близкого человека, если мысли об этом иногда вызывают у меня слезы? Как часто и как продолжительные слезы? Ну, условно, один раз в неделю. Да. Там что-то еще не прожитое. Там если годовщина, и там годовщина вам грустная, и вы можете поплакать, то, ну, в принципе, да. В принципе, нормально. Скорее всего, работа горя завершена. А так не этот. Мне так не кажется, если вы каждую неделю об этом вспоминаете. Скорее всего, вы на какой-то фазе застряли. Вы позлились уже? Да? Да. Вы, скорее всего, где-то между фазой, возможно, злости и депрессии, либо депрессии принятия. А сколько прошло? Год и один месяц. Ну, вы близко, может быть. Может быть, вы близко к завершению. По идее, ну, статистически, это же понятно, что очень условно. Но так, по большому счету, пора. А вы как бы и позлились, и все вот это. То есть на него, или на нее, или на кого-то. На него. Да? Ну, вы этот, вы близки к завершению. Я думаю, что, ну, по крайней мере, я так слышу так. А, вы, по-моему, хотите задать вопрос? У меня такой вопрос. А как побороть чрезмерное волнение во время публичного выступления? Хотелось бы послушать ваш опыт. Нарабатывается здесь и сейчас. Что-то вам страшно в этом публичном выступлении. Как на вас посмотрят? Да? Либо это какой-то страх оценки. Либо это страх совершить ошибку. Либо это страх какого-то, ну, не знаю, ну, вот это что-то связанное с признанием. Тут вот нужно вот, если что-то из этого, то, что я вам называл, вам откликнулось, можно разбиваться с этим. Про внешний локус-контроль как будто, да, речь идет? Нет, я не про это. Я про страх. Ну, страх-то почему? Потому что на локус-контроль внешний больше. Если ты к этому, да. Да, да, я к этому. Если ты к этому, да. Что-нибудь откликнулось, скажите. Ну, то есть важно не то, что я о себе думаю, а то, что обо мне подумают другие. Ну, грубо говоря, да. Да, ну вот грубо. И это заставляет меня, ну, вот как бы, неуверенно чувствовать себя на сцене. Кто на меня как посмотрит, не дай бог я поймаю в зале какой-то взгляд, который будет меня оценивать там или так далее? А если ничего не откликнулось? А как вы думаете сами, почему у вас есть страх публичного выступления? По-моему, в голове все хорошо, но на деле получается иначе. А что вы чувствуете, когда выступаете публичным? Тело не слушается. Что это значит? Ну как, руки в ноги в разные стороны, что ли? Буквально, как это выглядит? Нет, нет, нет. Самое естественное проявление волнения. Ага. Физическое. Ну, ладошки потеют у меня иногда. Я, ну, поговорить немножко надо про это, потому что я пока вот не могу вас как бы точку нащупать. Могут, может помочь какое-нибудь такое ритуальное действие. Когда вы там, если выступаете, если там не видно, можно что-нибудь такое поделать. Кольцо покрутить, скрепку подержать в руках, там, наделить ее каким-то нарративом таким, какой-нибудь штукой. Вот сейчас там все мое волнение уйдет. Вот сейчас я вижу. Уйдет куда-нибудь. Ну, вот страх публичных выступлений, он, как правило, связан вот с тем, что вот там Наталья, да, говорил, то, что я перечислил. Это страх оценки, страх совершить ошибку, страх сделать что-то не так, облажаться. Возможно, это избегание стыда. Если, например, облажаться на публичном выступлении, что-то такое. Либо не получить признание от того, перед кем вы выступаете. Это вот, например, у меня бы очень сильно повышать. Почему я прошу вас говорить? Потому что если вы молчите, повышается моя тревога. Потому что мне кажется, что либо вы меня не понимаете, либо я говорю какое-то вообще матерное слово, да, и вообще что-то не так происходит. Это вот в моем случае. В моем случае еще был страх совершить ошибку. Сказать что-то не то. И там это, соответственно, не получить, не получить хорошую оценку, не получить признание. Это было в моем случае. Что у вас? Подумайте про это. Подумайте, что происходит. Первая мысль, когда там, ну, можно попробовать поконструировать, например, что будет, если. Там, если я умру на сцене. А что будет? Что-нибудь такое. Можно что-то про это подумать. Может, я добавлю? Мне как будто хочется еще вернуться туда, где начало публичных выступлений. Дело в том, что когда человек только начинает выступать публично, волноваться, это вообще нормально. Ну да. То есть на практике это все приходит, да? Да. Вот если человек выходит на первое публичное выступление, и он вообще не волнуется, я не поверю. Вот ни за что. Я скажу, либо он выпил чего-нибудь, да, либо каких-то седативных препаратов напился, да. То есть это вообще нормально. И если есть тремор, если есть потливость рук, если подгибаются коленки, дрожит голод, это все совершенно нормальное проявление стресса. И он с опытом проходит. Но этот опыт, важно, чтобы он не зафиксировал, все вот в этом вот болезненном, ну вот временном болезненном, не застрять в этом, да. А для этого локус-контроль должен быть на себе. Да, я выступаю первый раз. Да, я могу ошибиться. Да, все может быть не очень гладко. Да, могут быть хейтеры сидеть, кто угодно в аудитории сидеть. Все эти комментарии, да, негативные. Да, хи-хи, ха-ха. Наташа, я с тобой очень согласен. Что надела, как она выглядит, как она вообще без косметики посмела выйти на сцену и так далее, да. Вот. И все. И вот это никакого отношения не имеет. Абсолютно. У меня здесь конкретная задача. Я вышла, у меня... То есть вот туда думать, туда работать. А первое время это совершенно нормально. Да, и этот. Ну, я иногда там психологом читаю что-нибудь, какие-нибудь обучающие курсы. Я всегда волнуюсь. И волнуюсь перед там... Я еще ведущий терапевтической группой. Перед первой терапевтической группой я тоже волнуюсь, потому что не понимаешь, как пойдет процесс. Вот. Так что, в принципе, волноваться перед этим – это нормально. Другой момент, что там ступор есть или такие вещи. Тогда надо разбираться. Ага. А я хотела просто дополнить, что если ты понимаешь, что выходишь на сцену и вообще никак не можешь собраться, и понимаешь, что даже слово, скорее всего, сейчас и не скажешь, не произнесешь, то можно просто сказать, тем самым отпустив ситуацию, что «Ой, я так переживаю, например, публике, я так волнуюсь». Да. И их отпустят, если они почувствуют напряжение в аудитории. И тебе станет легче, и ты сможешь выдохнуть после этого и уже продолжить вещать. Да, сказать себе «я волнуюсь». Вот это же то же самое, про те самые открытые отношения. Только вот в вашей ситуации вы один партнер, а ваш зрительный зал – это другой партнер. Если с ним искренние отношения устанавливаются, то все нормально. Не боюсь уж перезнаться, что «да, ну вот со мной пока что-то не так, сейчас это пройдет, наверное». А может, и не пройдет. Может, так и будет. Может, меня так до конца и будет колбасить. Ну и что? Вот и все. Это правда, когда ты критикуешь других людей, то в первую очередь ты критикуешь себя? Нет. Не знаю, но, наверное, нет. Другой момент. Зачем вы критикуете? Вообще, зачем вы критикуете? Раздражение. Раздражение. Это ваше раздражение. Одно дело, если вы там руководитель, и вам нужно давать обратную связь, это один момент, когда нужно как-то поговорить там со своим сотрудником о том, что у него не получается. Но это разговор о том, что у него не получается, а не критика. А так критиковать, нет, это ваше собственное раздражение. Там раздражение, как, я не знаю, он плохо моет посуду. Вот, это там критика, ты плохо моешь посуду. Не знаю, давайте посмотрим на критерии хорошего мытья посуды. Я часто в людях вижу неискренность. Вы думаете, они вам врут? Да. Да? Как вы думаете, почему? Возможно, пытаются понравиться, я не знаю. А вы их за что критикуете? Ну, мне кажется, это неестественно, я не знаю. Просто меня всегда критиковали за эмоции, и, возможно, я вижу в других тоже какие-то неправильные эмоции, неискренность в этом плане. Я вам сочувствую. Но мне кажется, это вот эта фраза, давай, мне кажется, ты мне что-то не договариваешь. Давай поговорим об этом. Я чувствую, что ты со мной неискренен. Что ты мне не можешь сказать? Критика — это вещь такая. Она такая. Это позиция сверху, это позиция чаще всего указывания на какие-то недостатки. Люди чаще всего не очень любят, когда им указывают на их недостатки. Поэтому, ну, таким образом критикую, можно, опять же, получить чаще всего агрессивную реакцию, либо там немножко подавлять человека. Я бы не считал это вот точно в межличностных... В работе это еще как-то, ну, естественно, иногда приходится. А вот критика вот в таких личных отношениях, я не знаю, я не сторонник этой идеи, если честно. Ну, я хотела обратить внимание на вот на вторую часть вопроса, про то, что это как-то ко мне относится. Я вот думаю, что поскольку... Как зовут? Алина. Алина сказала, что критиковали за ее эмоции, соответственно, как будто бы здесь идет речь о том, что человеку сказали, ты не доверяешь своим эмоциям, да, вот нельзя им доверять. И, соответственно, когда у тебя нет опыта доверия к своим эмоциям, и ты видишь в ком-то, ну, другие эмоции, и ты в них не веришь. И ты как будто в них видишь себя. Вот в этой части вопроса, да, вот это как зеркало срабатывает. Но это не они, это ты. Ну, как бы себя отражаешь в нашем смысле. И здесь нужно как бы обратить внимание на то, что доверять своим эмоциям, работать в этом направлении. Если ты научишься доверять себе, то ты сможешь позволять людям быть такими, какими они хотят с тобой. А уже вот не отражаться в них. Поговорить. Ну, мы на самом деле всегда отражаемся вот в любом случае в людях, которые, как это, красота в глазах смотрящего. В глазах смотрящего. Ну что, на первый день, я думаю, хватит, да? Кто еще вот там один, кто еще вот очень хочет спросить, но еще не спросил? Все, тогда мы на этом заканчиваем. Я вам что могу сказать? Во-первых, у меня есть телефон Дмитрия. Во-вторых, я сижу в 304-м А кабинете. Если вам нужна будет помощь, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь. Третье. Если вам этот формат подошел, расскажите о нем ребятам, подходите ко мне, и мы еще раз соберемся. Ну, это, ну, как говорят психологи, по запросу. Хорошо? Договорились? Ну, я думаю, мы Диму поблагодарим за участие. Спасибо большое. Передача закончена. Спасибо вам.